Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Makita GA-9010C, УШМ, 2009 года выпуска. УШМ в рабочем состоянии, но клиент попросил поменять стопор. Вот здесь я вот чем-то непонятным и липким заткнул. Сейчас мы разберем, посмотрим, если тут все целое, сам корпус, то просто поставим стопор. Если же корпус внутри разбитый, то придется его поменять. Ну и посмотрим вообще ее состояние, может там внутри почистить, пролють подшипники, посмотрите. Все, погнали, выключаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая здесь толстая шестерня. Присутствует небольшой люфтик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхний подшипник. Нормальный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри смазка новая, почти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и там... Видите, отколото, по-моему, посадочное место подшипника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь. Поэтому корпус придется, скорее всего, поменять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем щетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем ручку, чтобы не мешало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Здесь все нормально. Пыль эту можно вытереть. Пока отложим. Вот так выглядит новый корпус. Со старым сравнением. Видите, вот эту часть выломала полностью. И вот эту. Вот такой здесь здоровый стопор. Штифт стопорный. Сейчас ее прессом придавлю чуть-чуть. Так. Кнопку поставили, стопорный. Соберем. Здесь почистили. Музыка. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. И так как здесь маленький люфт, я все-таки разберу на всякий случай, посмотрю. Здесь подшипник внутри закручен гайкой. Сейчас распрессуем и посмотрим. Шестерня здесь не напрессована, она сидит под стопорным кольцом. Под пружиной точнее стопора. Вот. 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 Все равно нужно давнуть прессом. здесь у нас все нормально шестерня шпонка корпус подшипник короче ну нормально еще колечко еще одно колечко и гайка собираем короче все обратно добавляем смазки и все готово ну и сам шпиндель длинный такой собрали и